Большинство жителей, уничтоженного армянами города Ходжалы, сейчас размещены в поселке Нижний Акджакян. Здесь для семей вынужденных переселенцев было построено свыше 500 домов. На данный момент в поселке проживает свыше 2600 граждан. Здесь, в центре поселка, установлен памятник жертвам ходжалинского геноцида. Тут чувствуется дух Ходжалы, некогда процветающего на склонах родного Карабаха, говорят жители Акджакенда. Боль утраты и потери поселилась практически в каждом доме. Выжившие свидетели геноцида вот уже 28 лет хранят в своей памяти страшную ночь. Армянские бандиты отняли у жительницы Ходжалы Эльмиры Аллахвердивы всю семью. Они убили ее родители, братьев, сестер, мужа и сына. Мой младший сын учился тогда в 10 классе. Несмотря на юношеский возраст, мой Эльгиз сражался за родную землю до последнего. В его классе мальчики дали друг другу слово, что ни за что не покинут Ходжалы. Они сдержали свое обещание. Все семеро школьников были убиты армянами. Четырехлетняя племянница Эльмиры Аллахвердивы Лала также стала жертвой армянских фашистов. На глазах у ребенка сначала расстреляли мать, а потом выстрелили и в девочку. Из уст очевидцев можно услышать сотни ужасающих историй. Мой сын тогда был студентом. Узнав о напряженной ситуации в родных краях, он бросил учебу и вернулся в Ходжалы. В ночь на 26 февраля он сопровождал раненых азербайджанцев в Агдам, но они попали в засаду. Армянские боевики взяли моего сына в плен. Я не получал известия о его смерти. Человек не может жить без веры. Я каждый день жду его возвращения. Из окон этого здания часто доносится мелодия, посвященная жертвам трагедии. Здесь детей родом из Ходжалы обучают музыкальной культуре родного края. Свидетельница геноцидов Ходжалы Вюсаля Гумбатова уже больше 14 лет преподает в музыкальной школе. Своих учеников она называет «карабахскими соловьями». У этих детей необычные голоса. Сразу чувствуется, что они родом из Карабаха. Это ощущается в их исполнении. Дай бог наши территории будут освобождены от армянской оккупации, и мы снова будем исполнять эти песни на родной земле. А эта улица Агджакенда называется Лидице. Она символ потерь и страданий, через которую прошли жители азербайджанского Ходжалы и чешского поселка. Схожая трагическая судьба. Именно это связало жителей Ходжалы, а также чешского Лидице. Совершенные немецкими фашистами в 1942 году зверства, спустя 50 лет были повторены в азербайджанском городе Ходжалы армянами. Здесь, в поселке Ашагы Агджакенд, также установлен памятник жертвам этой трагедии. А в Лидице одной из улиц было присвоено название Ходжалы. Сегодня и Ходжалинцы, и жители Лидице призывают весь мир не допустить повторения трагедий, через которые им пришлось пройти. Ходжалинцы признаются, здесь, в Агджакенде, они чувствуют себя родными жителями. Однако они не намерены оставаться на местах временного проживания. Они мечтают возвратиться в свои родные дома в Карабах, ждут освобождения родины от армянской оккупации. Шамистан Мамедов, Ильвия Сайбергазы, Нами Гасанлы, CBC Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова